Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители программы Музеймания, я старший научный сотрудник Музея Москвы, рад приветствовать вас в наших замечательных стенах. Наш музей один из старейших в городе, не так давно нам исполнилось аж целых 120 лет, и за долгое свое время музей успел побывать в нескольких местах. Например, из самых знаковых мест это Крестовские башни, Сухаревая башня, но, как известно, эти объекты были снесены, и в тот момент музей перебрался в стены небольшого храма близ метро Китай-города, где просуществовал 70-летий. Затем здание храма решили вернуть церкви, и музей вынужден опять был переезжать. И мы попали вот в эти замечательные здания. Это комплекс парвианских магазинов. Был построен он специально для хранения здесь продуктов питания, которые в свое время предназначались для военных. Ровно 100 лет здесь был склад, затем этот комплекс был передан в ведение Генштаба Красной Армии под устройство здесь гаража. Изначально двухэтажные здания были перестроены. Мы с вами как раз находимся на небольшом пандусе, по которому вверх въезжали автомобили, парковались и съезжали обратно, уже выезжая в город. В 2007 году музей был переведен сюда, гараж выведен, и сейчас мы с вами идем знакомиться с историей средневековой Москвы. Пойдемте с нами. Дорогие друзья, перед вами уникальнейший экспонат. Это бревно, мореный дуб. Только сейчас оно находится у нас в подвешенном состоянии. В чем его уникальность? Дело в том, что это бревно было обнаружено на территории Московского Кремля. Оно входило в состав огромных деревянных укреплений подземных, на котором держался высокий земляной вал, по которому шли деревянные стены и башни от первой Московской Кремли. И такой тип укрепления назвали хак. Хакковая конструкция. Хак по-польски крюк. То есть у нас первая московская крепость была поставлена по европейской технологии. Вот такое интересное открытие сделали ученые в середине прошлого века, когда нашли эту конструкцию при строительстве, кстати сказать, дворца съезда. Дорогие друзья, перед вами картины о полинарии Васнецова, на которых мы с вами можем проследить строительство московского Кремля. Первое это поселение. Таким оно небольшим было несколько столетий. Затем Юрий Долгорукий повелевает здесь поставить первую крепость. И он ставит здесь городню, угороженную территорию. И поселение благодаря этой городне становится городом. Первая крепость была рублена из соснового леса. Крепость меняла одна другую, пока по воле князя Ивана Даниловича Калиты в Москве не ставится первый Кремль. И он был дубовый. Слово Кремль звучало немножко иначе. Кремник. Это укрепленная часть города, которая находится в самом центре этого города. Но дубовые стены, деревянная Москва, а дерево боится огня, соответственно, случайная искра, которая вспыхнула где-то в городе, загорелся дом, квартал, в итоге огонь уничтожил всю Москву, включая дубовые стены. Увидев эту катастрофическую ситуацию, князь решает, Дмитрий Иванович Донской, поставить новый Кремль уже из несгораемого материала, из белого камня. Отсюда, кстати, Москву до сих пор именуют белокаменной. Этот Кремль простоял 120 лет, и Иван Третий решает заменить Кремль на новый, на красно-кирпичный. И до сих пор эти стены и башни украшают нашу первопрестольную. Дорогие друзья, мы с вами находимся рядом с уникальнейшим экспонатом. Это макет московского Кремля. Он был выполнен к 800-летию Москвы. И по нему мы с вами можем понять, как же изначально выглядел наш с вами московский Кремль. И вот обратите внимание, что по форме он у нас напоминает нынешний Кремль, неправильный трехугольник. И со всех сторон нынешний Кремль когда-то был защищен водой. Сейчас, как вы понимаете, не так. С юга река Москва, она сейчас себе прекрасно протекает под открытым небом. С запада была запружена река Неглинне, она была забрана в начале XIX века в трубу. Вот здесь у нас сейчас Александровский сад, могил неизвест солдаты, где горит вечный огонь. Со стороны нынешней Красной площади и Васильевского спуска был выкопан очень глубокий оборонительный ров. Назывался он Оливизов, потому как его спроектировал итальянец Оливиз Новый. Этот ров впоследствии был засыпан. И вот обратите на очень важную особенность, что Кремль-то был изначально на острове. Соответственно, из города на этот Кремлевский остров можно было пройти только лишь по мостам. Один из этих мостов сохранился. Он ведет от Кутафьи башни, через которую мы с вами заходим в Кремль. Далее следуем по длинному мосту этому и через Троицкие ворота попадаем уже непосредственно на территорию Московского Кремля, на Соборную площадь. Где мы с вами можем увидеть Кафедральный Успенский собор, Архангельский, Благовещенский и знаменитая колокольня Иван Великий. И, конечно, в этот архитектурный комплекс входит Грановитая палата. Все мы с вами знаем, что в Москве есть крепость средневековая. Это Кремль. Но некогда в Москве была целая система, состоящая из нескольких крепостей. И эти укрепленные территории врагу как-то надо было преодолевать. Какие же это были крепости? С востока, со стороны нынешней Красной площади, к Кремлевской стене примыкала еще одна мощная кирпичная стена. Китай-городская стена. Метро Китай-город есть. Кстати, китайцы здесь не жили в таком количестве. Это название Кита. Обозначение неких укреплений. Перевесь из жердей, собранные в гигантские квадраты, заполненные белым камнем, обмазанные глиной. Вот по названию укреплений называли ту часть города, которую они и защищали. Китай-городская стена, Китай-город внутри. К Китай-городской стене была пристроена очень длинная мощная стена, сложная из белого камня. Белого цвета стена, белый город внутри. Ну и в самом конце 16 века по кругу разросшуюся Москву обнесли земляным валом, на который поставили мощные деревянные стены и башни. Вот этот колоссальнейший объем работ наши предки умудрились выполнить всего за один год. Отчего крепость назвали Скородом, то есть быстро возводимый дом. Скородом простоял всего лишь 20 лет, был сожжен врагами, поляками, больше не восстанавливался. Лишь только москвичи нацепили земляной вал. И у Курского вокзала вот здесь как раз есть улица, земляной вал. Но вала там нет. Дело в том, что за ненадобностью его в начале 19 века срыли, и москвичи здесь выставили фруктовые деревья. И мы с вами получили знаменитое садовое кольцо. Ну, увы, и садовое кольцо постигло печальную участь, деревья были вырублены, и это сейчас транспортная магистраль. На месте стен Белого города ныне у нас знаменитое Бульварное кольцо, ну, а Китай-городскую стену частично, даже большую часть разобрали в 20-х годах минувшего столетия. Сохранилась она на земле, на театральной площади и в Китай-городском проезде. И два фрагмента под землей. В подземном переходе, который ведет к метро Китай-город, можно увидеть низ Варварских ворот, а в парке Зарядье открыт огромный кусок фундаментов белокаменных Китай-городской стены. Так что мы с вами можем сейчас увидеть, какой она была на земле и даже какой она сохранилась под землей. Дорогие друзья, мы с вами подошли к еще одному уникальнейшему экспонату. Это колодезный сруб. Чем он интересен? Дело в том, что его нашли археологи при археологических изысканиях, которые в свое время проводились на территории Московского Кремля. Практически на царевом дворе стоял этот колодец. И этот сруб датируется аж 15 веком. Так что, возможно, и сам царь-батюшка подходил к данному колодцу, чтобы испить ключевую водицы. Перед нами средневековый житель нашего города. Это военный стрелец. Его останки были обнаружены при археологических работах, которые проводили в свое время на Манежной площади. Тогда археологи нашли массу всего интересного на площади и остатки древнего Моисеевского монастыря. При монастыре было кладбище, и в одной из могил были найдены останки этого человека. По специальной технологии разработан Герасим, то есть это поэтапное нанесение на череп определенного раствора, вырисовывается тот самый облик человека, каким он был при жизни. И наш с вами стрелец, конечно же, видел и бывал во всех тех крепостях, о которых мы с вами говорили. Он был и в Кремле, и в Китае городе, и в Белом городе, и в земляном городе, и неоднократно заходил, разумеется, на торг. А где же находилась главная торговая площадь? Давайте с вами как раз об этом и поговорим. Перед нами еще одна работа о Полинарии Васнецова, на которой мы с вами можем увидеть, как же выглядела Красная площадь во второй половине 17-го столетия. Красный кирпичный Кремль, но мы видим, что он не очень красный. Дело в том, что крепостные стены кремлевские долгое время белили. Сейчас они у нас красного цвета, однако Кутафьи башни до сих пор остается белоснежной. Вот тот самый Оливизов ров, о котором мы с вами говорили, он сейчас засыпан, на его месте отчасти стоит мавзолей Ленина, но память об Оливизове рве сохранилась на занятии этого храма покрова, что на рву, или храм Василия Блаженного. Рядышком стоит небольшое белокаменное сооружение, лобное место. На лобном месте никто никогда никого не казнил. Лобным оно так называлось, поскольку это самая верхняя площадка на Красной площади. У человека самое верхнее открытое место – это лоб. На площади на лбу на лобное место имели право подниматься только лишь государи, патриархи, бояре. И с этой площадки для простого народа зачитывались самые важные, судьбоносные для всей страны политические решения. Рядышком стоит огромное кирпичное побеленное сооружение. Это пушечный раскат. Когда-то именно на Красной площади стояла знаменитая царь-пушка. Ныне она находится на территории Московского Кремля. Ну а здесь шумел бойкий торг, самый главный торг на Москве. И эта площадь изначально называлась торгом. Но торговали в палатках, они часто горели. Когда что-то горит, мы кричим «пожар!» Вот вам, пожалуйста, второе название этой площади. То есть сначала торг, потом пожар. И один раз огонь был такой силой, что он грозил спалить весь Кремль. Власти решили, что хватит экспериментов, убираем весь этот кошмар, ставим из кирпича, из несгораиваемого материала верхние торговые ряды предшественника нынешних верхних торговых рядов, в которых находится магазин «Гум». И когда убрали весь ужас, увидели, ну какая же красота-то открылась. Бесторга, грязи, пепелище. И назвали эту площадь «красный» от слова «красивая». Всем известно выражение «Москва – большая деревня». Сейчас в это поверить сложно, но действительно, когда-то в своё время Москва представляла себя огромнейшую такую большую деревню. И застроена она была частными усадьбами. И вот как раз благодаря этому макету мы с вами можем увидеть устройство средневековой усадьбы. С улицы мы с вами заходим на двор, на дворные постройки. Постройки, стоящие на территории двора. Дом, в котором живёт семья, хозяйственные постройки, баня, мастерская, где работает глава. Ну и, разумеется, сад с огородом. Традиционный дом делился и в деревнях делится до сих пор на две части. С улицы, то бишь со двора мы с вами заходим в сене. Холодное, неотапливаемое помещение. А уже из сеней мы проходим в жилую комнату, где стоит печь, которую топили и топят. И стеба, и стопа, и зба. То есть, изба – это только отапливаемая часть дома. В Москве говорили, что на торгу, то и в дому. А какая утварь была у горожан? Разумеется, мы с вами узнаём корыто с вальком для стирки, огромные бочки, в которых могли, например, квасить капусту. И было выражение «Утром встану, пойду к барану». Это что за баран? А это очень просто. Это к умывальнику. Почему к барану? Дело в том, что вот посередине мы с вами видим горловину и два крана. Один кран выполнен в виде головы коня, а другой – барана. Вот откуда пойду к барану. И сразу два человека могут умываться. А третий наливает. Семьи-то большие, чтобы быстрее умыться. Дёргаем из рога барана, из его рта падает вода не на пол, а в глиняный таз – ушат. Почему так он назывался? Потому как, видите, ручки по форме напоминают уши. Очень удобно наполнился таз. Взяли его, отнесли куда следует на двор, вылили и поставили на место. Итак, дорогие друзья, мы с вами подошли к ещё одной витрине, которая нам может поведать о торговле. И с тех пор сохранилось интересное выражение. Оно связано с вот этими небольшими деревянными палочками. «Заруби себе на носу». Носов в таком количестве не рубили. А что же изначально означало это выражение? Представьте себе ситуацию. Постоянный покупатель приходит к знакомому купцу, который прекрасно знает, и берёт два мешка, скажем, репы, рассчитывается монетками, и не хватает человеку двух монеток. Купец говорит, ничего страшного, в следующий раз внесёте. Но при этом достаёт специальную, заранее заготовленную палочку, с которой купец снял кору. Делает две носички, если человек должен, две монетки с одной стороны, две с другой. Разламывает эту палку. Один нос от слова «носить» отдаёт покупателю, другой кладёт себе в коробку. В следующий раз, когда человек приходит вновь за покупкой, он приносит нос и говорит, добрый день, вот мой нос, вот две монеточки, всё замечательно. Купец говорит, секундочку, роется в коробке, где полно таких носов, достаёт, сверяет. Всё совпало, всё замечательно. Две носички здесь, две здесь, две монетки тут. Долг погашен. Если по какой-либо причине человек больше не появлялся в лавке, не погашал долг, то о купце уже можно сказать следующее. Он остался с носом, то есть с деревянной палочкой. Ни продать, ни купить, он её не сможет. Она ничего не стоит. Наши дети сейчас ходят в школу, и нам кажется, это всё обычные, мальчики и девочки, обучение бесплатное в основе своей. А вот раньше было несколько иначе. Во-первых, в школу допускались только мальчики. Это первое. И обучение полностью платное. Что нужно было с собой брать? Это, конечно, писало, либо металлическое, это как раз у нас представлено, очень богатых детей, либо из дерева вытачивалось. Брали специальные доски с воском или бересту. И вот пока ребёнок не научится вычерчивать буквы, выписывать по сложному материалу, его бы не допустили до бумаги, до пера и до чернил. Потому как бумага стоила очень дорого, и переводить на какие-то каракули её бы никто не позволил. Обязательное правило – это красная строка. Нашим детям всё время это говорят. Пишем с красной строки. Как известно, это всё пошло от того, что красиво начертанная буква красным цветом открывала текст. Это железнейшее правило, из которого есть исключение. И вот мы с вами можем увидеть уникальнейшую доску закладную, в которой всё по правилам, но с нарушением правила. Дело в том, что художник, видите, да, он раскрасил не первую букву, не только первую букву предложения, но каждую первую букву каждого слова. Это очень удобно для чтения. Так что свои новаторы были и в то время. Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша с вами экскурсия. Приходите в Музей Москвы. Мы всегда рады вам, рады реальным новым встречам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова